Здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. Сейчас я нахожусь за границей, я уже говорил об этом, рассказывал. И сейчас мы в Турции, мы пересекли грузинско-турецкую границу вчера и столкнулись с неожиданными трудностями. Дело в том, что я путешествую на машине, которая принадлежит моей фирме. Я уже на ней ездил в Финляндию. Сейчас мы ехали в Грузию, Турцию. То на границе с Северной Осетией, Алани, нас остановили на кордоне и сказали, что нужна будет доверенность. Но грузинам доверенность не потребовалась. Мы спокойно проследовали до Батуми. И в Батуми вчера, при переходе к границу, турки... Во-первых, грузины выпустили моментально, там границы была совсем никакая. А на турецкой границе, на турецкой посту, очень долго и муторно турки проводили контроль. И когда, наконец, очередь дошла до меня, то, когда я... Ну, так сказать, там паспорт, все нормально прошло. Таможня, естественно, открыл-закрыл. Вот. Тут смотрит на свидетельство о регистрации транспортного средства, пытается вбить, а там написано, о, полиграфический комбинат. И он такой, а какого хрена? Вот. Дай мне доверенность, что ты имеешь право ездить на этой машине. Я говорю, ну, я директор. Ну, покажи бумагу, что ты директор. Вот. Никогда не требовалось, а тут вот на тебе. Ну, я показал ему печать, говорю, сейчас пойду печать поставлю, доверенность напишу сам на себя. Я, ну, так сказать, отогнал машину, написал сам на себя доверенность от руки, на каком-то грузинском бланке даже. Вот. Ну, так сказать, просто от руки на белом листе. Дал ему. Говорю, вот печать, вот я доверяю сам себе. Вот. Он говорит, нет, такая не устроит, нужна напечатана на принтере. Но, к счастью, у меня есть жена, которая может обо всем позаботиться. И у нее возник такой вопрос, говорит, а вдруг нас не пустят? И она взяла выписку из ЕГРЮ последнюю для того, чтобы подтвердить именно вот на этот случай. И, ну, выписка из ЕГРЮ на русском языке, из налоговой, она возымела действие. Я нашел эту выписку из ЕГРЮ, показал товарищу на таможне, говорю, смотри, вот видишь, ООО, полиграфический кабинет, видишь, вижу. Видишь, значит, там, директор, вот, Демитков Юрий Алексеевич, так сказать, паспорту соответствует, соответствует, ПТСу соответствует, соответствует, ну, там, свидетельство о регистрации. Вот. Видишь печать с Орлом, вижу. Ну, то есть, короче говоря, для того, чтобы, вот, все-таки путешествовать за границу на автомобиле, который принадлежит фирме, ну, неплохо бы иметь какую-то напечатанную бумагу. Вот, проще всего, ну, ЕГРЮ. Она даже на русском языке ничего вполне устроила. И Турак там ломал пальцы полиграфический, дальше он не стал писать. Вот, его это устроило вполне. Но ему нужна была бумага, на основании которой, вот, машина принадлежит мне. Вот, собственно говоря, вот такое замечание для тех, кто хочет ехать на машине, которая, ну, которая принадлежит компании. В принципе, других проблем не было. Ну, со мной рядом, еще, так сказать, там, высадили парня тоже, который ехал на машине, которая принадлежит жене. Но жена была тут же, и, соответственно, он просто предъявил жену с паспортом, и все. Проблем больше не было. Но общее время перехода границы где-то 3 часа. Вот. Ну, оно того стоит, потому что потом мы поехали, ну, в Турцию, мы поехали в Трабзон. Трабзон это совсем-совсем не курортный город. Как казалось и как я читал, что это не курортный город. Ну, на самом деле здесь все абсолютно уже очень быстро меняется. В Трабзоне сейчас, если я читал, там, несколько лет назад люди были в Трабзоне, сказали, всего два отеля там, значит, там очень мало туристов. Сейчас все это не так, туристов море, туристов очень много здесь, исламских туристов. То есть, которые Саудовская Аравия, говорят, Катар, Йемен, всякие африканские страны. То есть, здесь их очень-очень много. Ну, что могу сказать. В Трабзоне еще очень мало кто говорит даже на английском или на немецком языке. Я уж не говорю про русский. Вот. Ну, хотя как-то по-русски что-то кто-то иногда говорит. Вот у нас, например, апарт-отель сейчас. И здесь как-то на ломаном русском мужик говорил. Но очень-очень рады, конечно, что приезжают туристы, что приезжают туристы вот из России, приезжают туристы из Европы, потому что вот они очень хотят и европейцев, понятно, так сказать, там, не иранцев. Иранцев здесь тоже очень много. Вот. А именно вот таких туристов, ну, создают инфраструктуру с бешеной скоростью. Рент-экары всякие, потом, ну, все-все, что нужно для туристов. Турагентство, потом, значит, организация туров, организация экскурсий. Здесь есть аэродром. Ну, и по размаху строительства, ну, хотят нечто подобное тому, что в Анталии, вот, на Черном море. Но пока еще это все во многом на стадии строительства, там, на стадии оборудования, ну, есть. Вот. Что хочу сказать по поводу Батуми. В Батуми тоже самое примерно. Очень большое число отелей строится. Ну, в Батуми, в Батуми строится там уже Мариотт, Шератон, Ле Меридиан. Я видел отели. Ну, из таких вот крутых. Редисон, я видел. Ну, и в Батуми вообще шикарно. Мы в Турции сейчас пойдем на монастырь здесь. Здесь совершенно шикарный монастырь. Ну, и, конечно, Турция для чего нужна? Для того, чтобы закупаться в магазинах. Потому что сейчас все здесь страшно дешево. Вы знаете, что недавно рубль упал, но турецкая лира упала намного сильнее. Цены, ну, в два с лишним раза ниже, чем у нас. Друзья мои, вот ради этого стоит. Мы просто заезжаем, закупаем здесь там всю одежду для себя. Обувь здесь хреновая, честно говоря. Женская одежда тоже не очень, но мужская одежда, постельное белье совершенно шикарное. Ну, и сладости. Что-то моим не очень понравилась Турция. И говорят, давай-ка мы посмотрим монастырь, закупимся и поедем назад в Батуми. В Батуми тоже есть ущелье. Мы пойдем в ущелье, искупаемся еще несколько раз и уже поедем потихонечку в сторону дома. Ну, на этом все. Коротенькое видео. До встречи. С вами был Демятков Юрий.